Добрый день, в эфире телеканал НТС новости в студии Елена Яковлева. Оружие и боеприпасы почти на миллион сумм закупят компании электрические станции. Ни провода, ни конструкции, ни запчасти и даже не услуги, а карабины и патроны. Такое объявление размещено на портале по госзакупкам. В перечне приобретаемых товаров 5 снарезных карабинов Сайга М3, 5 гладкоствольных ружей Сайга, 3 пистолета ИЖ-71, а также патроны к ним. Электрические станции готовы выплатить за весь этот арсенал 921 424 сома. На вопрос, зачем энергетикам оружия, в компании ответили, что все имеющиеся на их балансе станции – это стратегические объекты. Они подпадают под категорию А – особо охраняемых. И безопасность всех этих ГЭС осуществляет специальная военизированная охрана. В компании отметили, что это не первый закуп. Удивляться ему нет оснований. Подобные проводятся на регулярной основе по мере стечения срока используемого оружия и боеприпасов. По данным ведомства, в данном случае обновляется оружие для военнослужащих Камбаратинской и Токтагульской ГЭС. Ну а между тем, шоппинг некоторых других государственных и муниципальных структур также не просто удивил, даже скорее развеселил граждан. В социальных сетях, например, люди задавались вопросом, зачем каракульскому городскому кенешу iPhone 12 Pro Max. Такой дорогостоящий телефон депутаты покупают тоже через тендер. Карагастанцы задались вопросом, как поможет горкенешу iPhone эффективнее решат городские проблемы. Напротив, будет отвлекать приложениями и селфи-фотографиями. Но у народных избранников другое мнение на этот счет. Спикер каракульского горкенеша Эмиль Аширалиев заявил, что с помощью смартфона они будут освещать свои заседания в прямом эфире, показывая таким образом своим избирателям свою активную работу. В итоге, кроме iPhone решено купить все аксессуары к нему. И комиссия по бюджету и экономике уже выделила 150 тысяч сомов на эту покупку. А вот в Ламединском и Лукмэту не экономят на советах. Там готовы потратить 500 тысяч сомов на консультационные услуги. При этом не уточняется, по каким именно вопросам им нужен специалист. Было уже два участника, одна из которых проходит как эксперт по земельным вопросам. Вторая часть проекта «Безопасный город» почти обзавелась центром мониторинга. В Минцифрового развития сообщили, что отремонтировали и оснастили помещение площадью 700 квадратных метров для сотрудников центра. Теперь там есть все, чтобы выявлять нарушителей, не только в Бишкеке. Большой монитор размером 3,2 на 10 метров, подключенный к установленным аппаратно-программным комплексам по северной части республики. Центр оснащен компьютерами и коммутационным устройством. А между тем есть вопросы к правоохранителям, которые бездействуют в отношении неплательщиков по штрафам. В то время как системы безопасного города фиксируют нарушения и налагают штрафы на водителей, некоторые из них просто игнорируют наказание. Так, в интернет-пространство выложили видео с автобусом, который выезжает навстречу по одной из центральных столичных улиц и объезжает пробку, создавая аварийную ситуацию. Оказалось, что за этим автобусом, который курсирует по маршруту номер 35, числится 27 штрафов на сумму 31,5 тысяч сомов. У другого нарушителя портал CarCheck выдает штрафов на 175 тысяч сомов. Пользователи приложили фото внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. В Нариманском аэльном округе Карасуйского района незаконно торговали землями к этим противоправным действиям, сообщили в ГКНБ причастных глава этого аэльного аймака, бывший исполняющий обязанности начальника госуправления Кадастр Карасуйского района и еще один их подельник. В отношении чиновников местного самоуправления и госведомства уже возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Они самовольно продавали участки под индивидуальное жилищное строительство. Следствие продолжает работу и устанавливает иных причастных к этому поступлению лиц. За взятку в 10 тысяч долларов штраф в 300 тысяч сомов. Такое наказание вынес Первомайский районный суд по делу экс-заместителя министра транспорта и дорог Джинишбека Ногойбаева. Афемида признала его виновным в даче взятки сотруднику ГКНБ, но к лишению свободы его не приговорила. При том, что прокуратура просила более сурового наказания для подсудимых. Ногойбаева – экс-директора госагентства автомобильного, водного, транспортного и весогабаритного контроля Нарбека Бекмуратова. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы аж до 7,5 лет. Им вынесли только штраф, а еще ранее их отпустили под домашний арест. Сильный пожар, в котором огнем было уничтожено несколько строений, случился в селе Акташи Красуйского района. В МЧС рассказали, что от жилого дома площадью 90 квадратных метров не осталось практически ничего. Но пламя охватило и хозпостройки этого домовладения. Следом и на два соседних сарая перекинулся огонь. Все эти постройки горели быстро, так как пожарные не могли ликвидировать возгорание. В них хранилось сено, дрова и корм, все, что загорается легко и горит сильно. Чтобы не допустить распространения огня на соседние дома, работали два пожарных расчета. Вместе с имуществом в огне погибло 6 голов мелкого рогатого скота. Среди людей, к счастью, пострадавших нет. Торговцы с запрещенными веществами арестовали в Джалалабадской области. В милиции напомнили, что работа по выявлению и пресечению реализации наркотиков ведется постоянно и по всей республике. Но граждане все равно идут на преступления, изготавливают и распространяют пагубные для здоровья вещества. Мужчину задержали при сбытии 7 килограммов гашиша. Сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выступили покупателями. Четырежды встречались с наркодельцом и производили контрольные закупы. В общей сложности мужчина сам передал милиции почти полкило гашиша. Реализатором оказался 50-летний житель Тогу-Стуровского района. Ситуация на границе соседнего с нами государства Таджикистана и Афганистана накалилась еще сильнее. МИД России уже сообщает, что с обеих сторон стягивают военные силы, напряжение нарастает. Ранее сообщалось, что Афганистан в провинцию Тахор, которая расположена прямо на границе с Таджикской республикой, направил десятки тысяч военных спецподразделений. Таджикистан в ответ усиленно укрепляет свои рубежи. Российские дипломаты по этому поводу выступили с предупреждением. Они призвали Кабул и Душамбе искать взаимоприемлемые решения для деэскалации нынешней ситуации. Напомним, глава Таджикистана Имамали Рахмон отказался признавать сформированное талибами правительство, так как в него вошло лишь два этнических таджика. Ну а члены Талибан пригрозили Рахмону за его вмешательство, дескать, во внутренние дела их государства. Накануне Имамали Рахмон провел военный парад у границы своей страны. Демонстрация силы последовала за аналогичным парадом и возле другого участка границы в среду с Афганистаном. Долгих лет жизни и крепкого здоровья Саджик Джапаров поздравил бабушек и дедушек нашей республики с днем пожилого человека. Глава государства отметил, что они уже научились видеть жизнь по-настоящему. Понимая ее суть, не боятся ошибок и поэтому, по мнению президента, более молодому поколению нужно учиться у них именно этому. Саджик Джапаров добавил, что в сердце каждого кыргызстанца живет благодарность за то, что сделано старшим поколением созидателей уважение к старшим – образцовая традиция нашего народа. Он особенно отметил важную роль старших граждан в сохранении духовных, национальных ценностей народа и то, как ответственно это мудрое поколение передает все свои знания своим потомкам. Уважаемые представители старшего поколения, наша история ясно показывает, что на протяжении веков кыргызский народ всегда уважал и почитал пожилых людей. Такие пословицы, как «стар годами, да молод умом», «детство зелено», «молодость храбра, старость мудра» не утратили своей актуальности и по сей день. Об этом свидетельствует то, что возраст – это не ограничение, а лишь ступенька к новым возможностям. Люди старшего поколения передают нам свой оптимизм, бодрость духа и веру в светлые идеалы, бережно хранят традиции, обычаи, историко-культурные ценности. И наша задача – создать достойные условия для проживания пожилому человеку, способствовать их активному участию в жизни общества. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!